МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда гордимся, когда наши блистают в столице. Здравствуйте! Вы смотрите программу Город С. С вами Марьяна Мирная. В гостях у меня сегодня заслуженный артист России, народный артист Самарской области, солист Самарского академического театра оперы и балета Василий Святкин. Здравствуйте! Говорим с вами сегодня о прошедшей поездке в Москву. То, что наш театр оперы и балета открывал золотую маску. Почетная эта миссия? Страшно было? Волнительный? Какие чувства испытывают солисты театра, когда первые выходят на такую престижную сцену? Ну, открывать такой фестиваль театрального искусства общероссийского, конечно, почетно. И каждый из нас по-своему это как-то переживал и оценивал. Но я старался так на работу настроиться и делать как надо свое дело, чтобы эмоции не тратить на эти переезды, на репетиции, на что-то там так, что-то не так. Главное было сделать наш спектакль, который хороший, я считаю, спектакль. Даже, можно сказать, в последнее время у нас в России классических постановок очень мало. Особенно классических спектаклей, классических постановок, классических спектаклей. У нас все-таки, я считаю, классическая постановка, как задумывал Чайковский, как либретто было написано. И сделать это труднее, чем модерн, я так считаю. Потому что это сложнее, это нужно вживаться. Очень помогали нам костюмы наши, потому что они были практически почти на 100% в стиле того времени. И передать образ было легче, потому что классика есть классика. Вот вжиться было тяжелее. Слава богу, образование. И та культура, которая к нам передавалась из поколения в поколение, от наших ветеранов. Естественно, Чайковский, Пушкин. Очень помогали. Вот про Пушкина хотелось уточнить. Мои знакомые артисты в Москве, когда ставят статьи, читала. Все всегда рассказывают о том, что когда ставится пиковая дама, обязательно какие-то мистические события вокруг происходят. Еще что-то. У вас тоже так было? Очень много разных ситуаций. И вообще, надо сказать, те оперы, которые нашими композиторами великими написаны на произведения Александра Сергеевича Пушкина, обязательно где-то что-то, у всех что-то происходит такое. Ну что, расскажите, что происходит. Что в Онегине, что в Пиковой даме, что в Черевичках и так далее, и так далее, и так далее. Ну, если про себя рассказывать, мне было, например, очень приятно, что у нас совпали с главным режиссером нашего спектакля, главным режиссером нашего театра Михаилом Панджавидзе, взгляд на самого Томского. И что я заметил, вот когда все-таки раньше ставилось он более так, ну, граф есть граф, а тут он все-таки больше бритер, он по характеру такой вот, ну, вот такой он гвардеец, любит он пожить нормально, все, денег хватает, он широкой души человек. У меня голос по-другому зазвучал. Хотя я пел Томского и в предыдущей постановке, все было по-другому. Вот на самом деле, какая-то вот появилась внутренняя свобода, совершенно непонятно, откуда она взялась. Голос начал по-другому работать. Это редко бывает с вами впервые такое? Или бывали еще случаи, когда... Нет, случаи бывали, но это очень редко бывает. А тут партию я знал, значит, начали работать. Начал петь, и сам ощутил, что что-то, как-то все по-другому, как будто это... Сначала было ощущение, что это не я, что это не я, кто-то другой. А потом понравилось. Всегда спрашиваю у тех людей, которые съездили куда-то, ну, на гастроли так условно назовем, да, в другой город, к другому зрителю. Как зритель? Потому что мнения бывают разные, кому-то зритель нравится, кого-то кто-то принимает, кто-то не принимает. Как было у вас? Что был за зритель? Была ли та отдача, которую вы привыкли ощущать на родной сцене? Вы знаете, когда искренне на сцене все происходит, независимо от того, драматический театр, музыкальный, оперный, когда ты себя абсолютно чувствуешь в теме, грубо говоря, тогда и зритель воспринимает. Мы, когда репетировали, один день репетиции вечером была, перед спектаклем, за день до спектакля. И там, например, в зале, это театр Станиславского, сидели работники театра, технические работники, солисты, так видно было в зале. И было видно, что им нравится. Они подходили, потом говорили. На спектакле зритель очень хорошо воспринимал. Очень хорошо воспринимал, все понимал. Потом подходили после спектакля люди, подходил ко мне Цителли, главный режиссер Станиславского, Исаакян, главный режиссер САЦ. Им понравилось. А что насчет самой сцены? Насколько она была удобна для этой постановки, как-то адаптировать что-то? Она по размеру, ну, почти как наша. Но механика обслуживания сцены у нас на порядок выше. У них пока еще, у них, наверное, тоже будет какая-то реконструкция, может быть, что-то поменяет. У нас механика в этом плане лучше в театре. Намного. Но, слава богу, зритель понравился, аплодировали. Были вот эти вот овации, когда браво кричали? Были, конечно, были. Для артиста это здорово, что ты отработал по-честному, и ты слышишь, что зритель благодарит. А было чувствоваться, что зал теплый. Сначала, когда мы начали, ну, это как всегда. Пришли, так, ну-ка покажите, что вы тут нам привезли. Это всегда бывает так. Во всех городах или в столице? Во всех, нет, во всех. Потому что кто-то приехал в какой-то, не наш театр, так скажем. Неважно, ты приехал в Петербург или в Воронеж, или еще куда-то. Приехал в какой-то театр. Сначала всегда так смотрят. А когда нравится, да. И это чувствуется, и зала отдача идет. Потому что бывает, ты работаешь, вроде все нормально, все работают, все хорошо. Идет взаимодействие между партнерами на сцене. То есть энергия... А в зале, вот полный зал, как будто стена какая-то холодная. А тут минут через 10 раз-раз-раз-раз и уже пошло вот это все. Обмен энергетикой и залом. Это очень сильно вдохновляет и помогает очень сильно. У нас есть фрагмент спектакля «Пиковая дама», опера «Пиковая дама». Давайте посмотрим исполнение партии Томского в исполнении Василия Святкина. Смотрим. Если б милые девицы отмогли леточка птичи и садились на сучках. Я желал выбить сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветра. На моих сидеть ветра. Пусть сидели, припели, И гнезда и свистели, Выводили бы птенцов. Никогда б я не сгибался, Вечно б и милюбовался, Был счастливый всех сучков. Был счастливый всех сучков. Что самое ценное артист привозит с фестиваля, Эмоционально я имею ввиду. Вами открылся этот большой престижный фестиваль «Золотая маска». Это почетная миссия, все сделали. Вот сейчас ждете? Вот сейчас просто ждать результатов? Честно говоря, я об этом не думаю. Не то, что специально не думаю. Просто не думаю. Это вот сделано, выполнено, я считаю, качественная работа высокого класса. Я так считаю. Я считаю, что вот этот спектакль наш с нашими солистами, у нас замечательные солисты в театре, с нашим оркестром, с нашим дирижером, можно показывать в любой точке мира. А ведь оркестр тоже с вами ездил? Конечно. Все ездили, не только оркестр, но и технические цеха с нами ездили, наши монтировщики, одевальщицы, гримеры. Это вы самая большая, наверное, вы такая выездная труппа, которая ездит на фестивали. Нет, почему? На такие фестивали всегда так ездят театры. Со своими. А как же можно? С чужими-то. Все же должно быть, особенно с той техникой, которая работает у нас на сцене, очень сложно. Там огромный металлический мост, который раздвигается, раздвигается, крутится. Вот это вся машинерия. Разные круги в разные стороны, когда надо быстро привезти, увезти. Если приехать, чтобы чужие это сделали, это нужно им месяца два репетировать. Нет, серьезно, потому что чужие это не сделают на раз. Поэтому только со своими. А сколько всего вы были в Москве, получилось, в этот приезд? Ну, а сколько? Несколько дней. Мы второго уехали, да, а шестого мы уже вернулись. Да, вернулись. Четвертого вы играли, правильно? Да, и пятого мы в поезд и обратно. Я знаю, что ваши коллеги сотворили нечто очень любопытное, будучи в Москве. Да, флэшмоб совершенно потрясающий. Да. Чего вдруг-то? А если я не ошибаюсь, это уже традиция. Фестиваль «Золотая маска», это не первый раз, кстати, и не первый театр наш это делает, и другие театры делают, и делают это на каждом фестивале. После нас уже несколько фестивалей сделали, флэшмобы. То есть в новостях это всей России показывалось, в интернете это все выкладывалось. Это такая необычная, ну, как можно сказать, фишка, очень интересная. И, во всяком случае, люди, которые на вокзале находились, они сначала не поняли, что происходит. Там это видно, все даже показывали. И наши тоже кто-то снимал на свои телефоны, тоже выкладывали в интернете, обменивались. Это все видно. А потом они же вставали и с такими глазами смотрели, аплодировали и... Извините. Все вот это было. Вообще, вот принято считать, что солисты оперного театра, ну, вообще, как бы, да, оперное искусство академическое, что вы более такие серьезные люди, с таким более каким-то стержнем, что ли. Ну, да, во всяком случае, такое окружающее мнение есть. Но вы же тоже балуетесь, шалите. Еще как. Ну, у нас же есть и оперы комические. У нас есть опереты, у нас есть сказки. А потом и в серьезных операх есть моменты комические, которые без них никуда не удается. Вы любите пошутить? Еще как. А над коллегами как-то вот... Друг над другом-то? Да. Есть такие моменты, когда зритель не понял, что шутка произошла, а на сцене все ухватывается. Эти шутки специально не происходят. Они происходят как-то вот... Раз. Ну, конечно, бывают такие моменты. Надо петь, а ты стоишь, у тебя все на три трясется. Хочется, извините за выражение, поржать, а нельзя. Вот, потом доделаешься работу, выходишь в кулису, и там чуть ли не по стенке сползаешь от хохота. От таких моментов. Это как, вот помните, нарочно не придумаешь. Да. Вот это нарочно не придумаешь. Потому что особенно в серьезном спектакле, какая-то трагическая или драматическая очень серьезная сцена. Там, я тебя люблю, ты меня нет, я сейчас зарежусь. Или сейчас тебя уйдут, как в Аиде. Ты только мне скажи, тебя освободят Радамесу, она поет Амнерис. Он, нет, все, там, значит, его будут замуровывать, она там вся страдает от несчастной любви. И вот что-нибудь в этот момент, человек бывает раз, не то слово вылетело. Или какой-то жест непонятный, который вообще ни там не было. И что делать? Самообладание тогда включается. И что делать? Нет, просто ты знаешь, что надо доделать. Потому что, если ты расколешься, все, это все. Это надо за нос опускать. Потому что в серьезной сцене, когда что-то такое, и вдруг ха-ха. Сейчас начались, да, во всяком случае, репетиции «Леди Магбет» Мценского уезда? Нет, репетиции еще нет. У нас несколько спевок было с главным дирижером, с Анисимом Александром Михайловичем, который будет музыкальным руководителем этой постановки. Ну, надо сказать, музыка сложная. Это тоже серьезное произведение. Конечно. Конечно, это же «Леди Магбет» Мценского уезда. В общем, все умерли. Ну да. Трагедия, как сейчас некоторая молодежь говорит, трагедия. Там очень серьезные страсти. И музыка очень серьезная. Кого вы поете-то? Я пою Бориса Тимофеевича. Это отец Зиновия Борисовича, который является мужем нашей как раз Екатерины Измайловой, которая жена... То есть, которая и есть «Леди Магбет». Да. И другое название – это опера Екатерина Измайлова. Вот. Так что... Она его отравит. Мужа они с любовником закопают. В общем, трагедия. Вот такие трагедии, вот на ваш взгляд... Ну, понятно, что репертуар достаточно широкий. Есть действительно, как правильно сказали, и детские сказки, и опереты... Ну, у нас как раз вот 12 марта премьера «Айда бал», да? «Айда бал», да. 12 марта, в субботу, премьера. Да. Проходите, дорогие друзья, не пожалеете. Два спектакля. В одиннадцать, по-моему, и в два. Насколько... Вот, как вы считаете, есть ли какая-то градация, что вот в оперном театре вот трагедий должно быть шесть, там, комедий пять? Или это какой-то поток, который... Да нет. Пришел этот спектакль в театр, значит, его нужно делать. Вот как правильнее? Специальной вот такой статистики, что вот должно быть столько этого, столько этого... Нет, конечно. Тут в большей степени зависит от возможностей театра и от идей, которые руководство выдвигает, вот какие бы они хотели. Все-таки артист, он в большей степени зависимое лицо. Это же нельзя прийти так. Я хочу спеть такой-то спектакль. И все собрались, и весь театр на этого человека начал делать такой спектакль. Так не бывает. Желание-то у нас у всех солистов. Этот хочет, чтобы вот этот вот спектакль спел. Такая-то певица хочет такой-то. А вот тут уже, как говорится, руководство и флаг в руки. А вот в операх, ну, классических, не классических, наверное, это не суть важно. В каждой ли опере есть партия для каждого типа голоса? Или есть такие, в которых вот, ну, вы не принимаете участие, потому что для вас там нечего работать? Ну, дело в том, что в каждой опере, если это не мини-оперы там однократные, где там два человека работают, или три, или максимум четыре, а вот такие полноценные с точки зрения по объему, по временному там трех, они же в основном где-то в районе трех часов идут. Там практически обычно всегда для любого типа голоса и мужского, и женщины, и женского есть партия. И для сопрано, и для мицисопрано, и для тенора, и для баритона, и для баса. Потому что крупные полотна всегда обычно так пишутся. Какие-то, вот всегда тоже спрашиваю о мечтах, наверное, да, хотя все пытаются уйти от этого ответа, что о мечтах неправильно говорить, но тем не менее, перспективные планы, вот куда-то, может быть, вас еще пригласили, потому что я знаю, что солисты нашего театра зачастую ездят куда-то, да, где-то поют по приглашению, и это очень ценно. Какие-то вот еще в работе что происходит сейчас? В работе у меня? У вас. Ну вот об этом как раз нельзя говорить, это взгладимо. Нет, предложения есть, но не всегда они совпадают, например, с возможностью уехать из родного театра. Бывает, что вот звонят, вы такого-то числа кто-то можете, там-то. Я говорю, мне такого-то, или за день, или спектакль здесь. Ну все. А если есть возможность, конечно, ездим. И не только я, у нас и другие солисты ездят. Слава богу, у нас очень хорошая труппа с точки зрения вокалистов. Вы же не только по России ездите, то есть вы и другие солисты. Да. Вот насколько вот этот опыт заграничный, можно ли его использовать здесь, то есть так же там или по-другому там, и можно ли этот опыт как там перенести, и нужно ли это делать в нашей российской театре? Вот в обмене это очень полезно для расширения кругозора и возможностей, и умения работать. То есть, например, если ты в Германии, то там настолько все четко. Вот если сказано, что спектакль начинается в 8 вечера. Он начнется в 8 вечера обязательно. А кто опоздал, хоть на 5 секунд. Двери закрываются и уже никого не пускают до антракта. Это ваши проблемы. И вот репетиция, например, идет трехчасовая. Значит, каждые 15 минут перерыв. Вот сто процентов будет так. Вот 45 минут сразу дзыньк, все пошли там кто-то кофе выпить, кто-то воды и так далее, кто-то просто подышать. Но через 15 минут прям как часы раз и пошли дальше. У нас можно, вот у нас в России есть Россия. Могут растянуть, могут опоздать, что не есть хорошо, кстати. Поэтому там, с точки зрения психофизики, меньше устаешь. Ты четко знаешь, что у тебя, когда, во сколько. Во Франции не так, там тоже вот они близко к нам, ребята. В Италии, наверное, тоже, да, к нам поближе. В Италии, да, но они вот ближе по нутру, ближе всего итальянцы, конечно, к нам. Но с точки зрения, так как там все-таки все деньги упираются больше, чем у нас, там тоже следят за временем. Если вам нужно еще продлить репетицию, пожалуйста, платите. Но это говорят, что творческие люди, на то и творческие, что их нельзя заставить. Вот можно заставить солиста вот спеть вот в 10-30 утра? Или пока голос не откроется, ты хоть что там делаешь? Нет, дело в том, что все профессионалы во всем мире прекрасно знают, что до определенного количества времени, да, даже если ты вот можешь его заставлять, не заставлять, он так, как надо, работать голоса не будет. Вот если взять наши временные рамки, то у нас нормально начинает голос работать, вот, скажем, в нашем Самарском крае, в 11 часов дня по нашему времени. Кто-то может там в 10, кто-то, даже если ты в 4 часа утра встанешь, если ты разомнешься, там, зарядочку сделаешь, кофейку попьешь, придешь, в 9 рот-то откроешь, не будет он так работать, как надо, как в 11. Угу. Ты можешь начать, скажем, пол-одиннадцатого петь, но в 11 ты сам почувствуешь, что вот сейчас он заработал нормально. Удивительно. Вот сейчас, вот, вот, все, а то ты начинаешь подключать свои умения, знания, чтобы он был вот... Я помню, когда я первый раз приехал в Красноярск, у нас же там 4, по-моему, часа разницы, и мне говорит, Василий Николаевич, вот, я вечером, ну, к вечеру прилетел, завтра у нас, вы понимаете, вечером спектакль балетный, поэтому у нас оркестровая репетиция в 10 утра. Я говорю, ну, в 10, да, я забыл, что у нас 4 часа разницы. Ну, по-нашему, 6 утра, да, получается? Я вышел на оркестровую, открыл рот. И я, значит, а спектакль регалет-то? Я там... Чего я только не делал? И так солисты, там, хор так-то... Приехал. Понятно. Чего это... Слава Богу, еще было 2 дня, и я как-то перестроился, и на спектакле уже было все нормально. Но для самого вот этой ситуации, 6 часов утра, надо петь, рот открываешь, а нет ничего. Ты все делаешь правильно, правильно дышишь, все делаешь. А голос, ну, нет, и все. Хотела спросить, вот знаю тоже, что, поскольку оперные певцы всегда следят и за связками, и за голосом, и стараются не заболевать, не дай бог, и так далее. Вот сейчас и время гриппозное, и так далее, и врачи одно рекомендуют, а что оперные певцы рекомендуют? Как подлечить быстренько горло, если вдруг что, и как беречься? Ой, самое главное вот беречься. Поэтому вот когда вот это все РЗ, не надо в общественном транспорте ездить. Это главное. Потому что когда весь народ едет на работу утром или вечером, полное трамваи, автобусы, троллейбусы, половина обязательно чихнет. Из этих несколько человек обязательно с бациллами. И тут ты не... А вирус... Чесночок для иммунитета? А вирус он никак. Он... Даже если ты чесночок ешь... А иммунитет просто нужно поддерживать. Во-первых, весной и осенью обязательно нужно пить витамины комплексные, не только витамины с минеральными. Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо за рецепт со зрителями. Прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!